Всем привет, с вами Ванок и сегодня у меня для вас мод под названием Oriental Dynasties All Under the Heaven. И если вы примерно знаете английский язык, то уже догадались примерно о чем он. И чтобы вас сильно не томить, я вам покажу главную и, в принципе, практически единственную вещь, которая, в общем-то, содержится в этой модификации и ради которой, наверное, стоит на него обратить внимание. Итак, карта Восточной Азии. Достаточно обширная по части территории. Здесь у нас даже Индия частично захвачена. Здесь у нас имеется юг, Южная Азия, да, со всеми его государствами, само собой, здесь у нас имеется Китай, Япония с ее островами. Видите, еще и с прогрузочкой такой ощутимый на максимальном удалении, когда у нас, получается, какие-то лоды подгружаются из-за того, что территории слишком большие. Ну и немножко, у нас здесь всяких Монголий и тому подобных мест. То есть, в принципе, территория достаточно обширная, территорий здесь очень много и карта реально большая. Собственно, это уже видно по ее прогрузке, да, и до Китая присутствует даже, вот, если снизу посмотреть, то еще и даже, что у нас, Новая Зеландия здесь присутствует, это, я так понимаю, что-то, Филиппины какие-нибудь тут и тому подобное имеется. Ну, в общем, здесь у нас есть на что посмотреть по части территории, но вот проработка, проработка, давайте я вам приближу, и вы поймете. Вот проработка, к сожалению, пока что достаточно слабая, и если мы будем сравнить этот мод с картой Европы, то, конечно же, Леми, творчество Леми здесь у нас, ну, совершенно на ином уровне, совершенно здесь, вот именно в этом проекте все слабее, и вот мы видим здесь, насколько все это дело плохо проработано. То есть работа, автор этого мода зовет себя Дарьюн Юфей, и вот его работа пока же, конечно, в подметке не годится творчеству Леми, но, конечно, это не означает, что он не способен делать лучше. Ну, будем рассматривать этот проект как такой вот прототип, возможно, все это было сгенерированным из ландшафтов, из каких-то там карт, экспортировано, импортировано через редактор, через карту высот, и тогда, в принципе, это оправдывает такие вот достаточно странные наработки, странные такие ландшафты, где-то вообще это очень не обработано. Но, с другой стороны, надо понимать, что чтобы все это допилить, чтобы все это вот было доработано, конечно, очень надо времени много потратить, какие-то вот эти непонятные места, чтобы убрать и тому подобное. То есть работа здесь непочатый край, хотя, конечно, даже сейчас уже, если вот какие-то мелкие всякие, ну, не мелкие, точнее, а отдельные элементы с несуразностью убрать, чисто в плане внешнего вида, ну, это карта из варбанта, да, представьте, вот варбант, типичную карту, которая добавляет эмот, и сам нативный варбант, вот примерно так все это и выглядело. В плане графики, ну, если не брать в расчет текстуры модельки отдельной, то в плане графики, ну, конечно, достаточно слабеньком, достаточно непроработанно, очень мало деталей каких-то отдельных, мосты как-то на бум раскиданы, модельки есть, видите, модельки есть, но они, я так понимаю, все вообще, у каждого города одинаковая абсолютно модель, то есть вообще нет никакого уникального здесь пока что гор, ну, именно с точки зрения модели на глобальной карте, давайте японцев посмотрим. Да, похоже, здесь автор использовал ровно одну модель на все, даже где-то тут на свете присутствуют стандартные, нативовские какие-то отдельные модели городов, ну, это разве что можно тут какой-то порт увидеть, давайте ради интереса зайдем в этот порт и посмотрим. Есть здесь, допустим, функционал тот, который мы видели, допустим, в Europe Camp Map, где можно было хотя бы путешествовать по воде, и видим, что этого тоже здесь нет, то есть порт есть как бы и заделан на какие-то путешествия есть, но пока что самого функционала нет, хотя это на самом деле достаточно логично. Ну, может быть, мы хотим... А, ну, мы можем переместиться зато по воде, хотя бы так. И хотя бы можем пройти по дну морскому на этот остров, и вы именно в этом месте, да? То есть вот так пока что автор сделал, пока что, опять же, даже в этом функционал не проработан. Ну, но опять же, повторюсь, задел есть, и если автор этого мода будет так же много времени уделять, как свое время уделил Леми, то, конечно, у него получится интересный проект. Пока что же, ну, конечно, чисто посмотреть. Ну, ладно, еще что в этом моде есть, давайте откроем энциклопедию, зайдем в королевство и видим, что здесь есть всякие королевства, еще и на карте это могли приметь, и здесь много различных исторических фракций, примерно место, точнее, не место даже действия, а время действия всего этого 12-13 век. У нас здесь, соответственно, есть такие фракции, как Кмерская империя, Династия Сун, Зинь и Ли, Королевство Чампа, Япония, причем тут два клана японских, монгольские племена, ну и прочие. То есть тут можно увидеть, что хотя бы в теории фракций здесь достаточно много. Все это фракции, которые у нас на карте присутствуют, но, заходя детально, заходя смотря на какие-то отдельные места, мы поймем, что здесь еще много заглушек, да, допустим, то есть какой-то Дерят находится, или как он там, Дерхерт какой-то присутствует, Дед у нас там, я находил, у нас Каладона в каком-то месте сидел, какой-то такой вот, Арион ботанический какой-то сидит у нас тут, ну то есть в этом плане, конечно, пока что, даже тут вот Гариус находится в Дали Киндом, тоже маловато, хотя, в принципе, описание есть, даже нестандартное, то есть которые именно фракции модовской этой соответствуют, но, допустим, Гер пока что никак не изменен, кланы никак не изменены, допустим, у этого, но, допустим, у японцев, допустим, мы откроем сейчас, где у нас там были-то эти ребята, Минамото Кланс, здесь хотя бы, видите, есть исторический лидер, кланы исторические со своими этими товарищами, то есть, ну, тут чуть-чуть есть работа, небольшой пласт, где уже успел автор поменять немножечко, хотя даже логотипы никак не поменял, то есть флаги, гербы, да, даже до этого еще не дошел, но, как бы, опять же, это все можно над этим работать, плюс, если есть карта, то, как и для Европ Кэмп Мэмп, наверняка найдутся люди, которые сами решат как-то допиливать исторические составляющие, то есть, сделай карту, хорошую карту, качественную карту, и, в принципе, другие люди к тебе потянутся, как говорится, да, и в этом плане я считаю, что, опять же, есть какой-то задел. В общем, что я могу сказать? Как полноценный мод, конечно, рассматривать этот проект не стоит, ну, точнее как, можно здесь бегать, как бы, здесь есть вот поселение, есть лутер, там можно местных найти, он бандит, а тут бегает, фракции, есть воюет, то есть, как бы, мод работоспособен, в моде вполне себе есть задел под всякие, именно что, противостояние фракции, под приключения, но понравится ли вам играть в такую плохо проработанную карту, еще с такими непонятными, какими-то кишками, реками криво сделанными, где, возможно, еще где-то вы застревать будете, какие-то будут необходимые места, хотя, по идее, нужно, можно там пройти, ну, то есть, в этом плане тоже, на самом деле, вот, допустим, давайте смотреть, вот сюда мы можем пройти, ну, вроде как можем, то есть, сюда у нас, ну, хотя мы прям подмоз поднырнули при этом, ну, то есть, как бы, от вылезанности, конечно, очень этому проекту не хватает, но, в будущем посмотрим, если он будет изменяться, улучшаться, наверняка, что-нибудь в нем лучше и станет. Ну, а пока что, в принципе, мне больше вам показывать в этом моде и нечего, предметов новых здесь нет, как вы увидели, фракции здесь, в принципе, достаточно так вот мельком придуманы, механик новых здесь никаких нет, то есть, только тупо карта, ну, и соответственно, опять же, при этом при всем, ну, гигабайты вам придется скачать этого мода, там еще плюс при испаковке он займет, еще больше же здесь всякие кэши находятся, зато, ну, быстро относительно грузится все, по крайней мере, пока что, да, и хоть за это спасибо. Ну, я на этом закругляюсь, спасибо всем за просмотр данного видеоролика, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok